Здравствуйте! Приветствую вас на канале Евгена Роста, и мы продолжаем изучать Fusion 360. Сейчас я хотел бы вам рассказать о таком инструменте, как Slicer. Это приложение, которое можно скачать, пройдя по этой вкладке Addents, Fusion 360 App Store. Кликаем, и в браузере по умолчанию у нас открывается магазин. И в принципе вот здесь вот мы видим на стартовой странице, там Slicer, Free написано. Перейдем здесь, выбираем Windows 64 и нажимаем скачать. Здесь на сайте вы видите некоторые описания, вот такие превьюшки, что можно делать в этой программе. Мы будем, наверное, сами делать что-то вроде вот такой вот составной конструкции. У меня эта программа уже установлена. Чтобы мне ее вызвать, я нажимаю Make, Slicer for Fusion 360. Останется выбрать только тело и нажать ОК. У меня такая задача стоит. Я нашел у себя на подоконнике пустой горшочек для цветов, и я подумал, что неплохо было бы сделать для него горшок, подставку. Итак, поехали. Давайте для начала мы нарисуем все-таки объем того горшка, который у меня имеется. Я для начала выберу инструмент Rectangle, прямогольник от центра, вот так вот, и задам размеры. Я уже линеечкой все измерил, поэтому могу сказать, что одна сторона здесь 110 мм, а другая 165 мм, хорошо. Нажимаю Stop Sketch, вызову во вкладке Construct, Instrument Offset Plane, поверхность со смещением, и задам высоту этого горшочка, то есть она получается 120 мм. Я нажимаю ОК, и вот, собственно, вот на этой поверхности будет располагаться верхняя часть моего горшка. Я обкликаю по ней правой клавишей мыши, Create Sketch, и также с помощью инструмента Rectangle, центр Rectangle, я так вот, с привязкой к центру строю второй прямоугольник, как-нибудь вот так вот кину, и задам размеры. Значит, по этой стороне 210 мм, а по этой стороне получается 150 мм. Итак, далее я жму Stop Sketch, во вкладке Create я выбираю Instrument Loft, выбираю два вот этих вот профиля, нажимаю ОК. Задам здесь некоторые скругления, потому что они здесь присутствуют. Клавиша F, радиус около 10 мм. Нажмем ОК. Снизу скруглений у нас нет. Теперь во вкладке Modify, также повторяем, вызовем Streaming Shell, 2 мм, и нажимаем ОК. Хорошо, вот приблизительно такой вот объем имеет этот горшочек. А что теперь нужно для того, чтобы сделать для него подставку? Далее создадим сферу, давайте на этой поверхности, с привязкой вот к оси Z. Хорошо. 250, наверное, мало, давайте сделаем 300. 300 будет, наверное, в самый раз. Возьмем по телу шара, кликнем правой клавишей, опасте Ctrl и берем здесь, например, 30%. То есть мы поменяли прозрачность. Так, далее мы с вами создадим эскиз. Вот здесь вот. Давайте на этом эскизе мы зададим как-нибудь вот так вот линию снизу тоже. Ну и замкнем ее как-то произвольным образом. Это принципиально. Зачем это нужно? Мы сейчас произведем операцию Extrude с удавливанием симметричным. И нажимаем ОК. И мы обрезали нашу так сферу. То есть наш горшочек будет стоять где-то здесь. Также вернемся к редактированию этого скетча кранего. Edit Sketch. И также давайте нарисуем линию. Как-то вот так и замкнем все это. И у нас появился еще один замок. Иконтур, который полностью перекрывает нашу сферу. Но можно так немножко подъемте. Нажим Stop Sketch. Выберем два вот этих элемента. Отключим первое тело наше с горшком. И срежем так симметрично с операцией Cut в верхушку. Нажмем ОК. Отключим наш эскиз. Включим наш горшочек. Вот так вот. Хорошо. Давайте выберем эту грань. И нажмем английскую клавишу F. И зададим некоторое скругление. Пусть будет 20 мм. Хорошо. То есть вот такой вот объем у нас с вами получился. Далее давайте мы выберем вкладки Modify. Инструмент Combine. Target Boree. Выберем этот элемент. А инструментом пусть будет наш горшочек. Будет операция Cut. И давайте мы оставим с вами Keep Tool. И нажимаем ОК. У нас появилось еще одно тело. Сделаем опять непрозрачное наше тело. Второе тело у нас получился объем. То есть мы получается с помощью этого инструмента, этого стаканчика, разрезали на наше первое тело на два тела. То, которое было снаружи него и то, которое внутри. То, которое внутри нам на самом деле больше не нужно. Отключу его видимость. Нам понадобится только то, которое снаружи. Давайте я отключу еще вот это тело. И задам здесь тоже. Нажимаю клавишу F. Выберу эту грань. И зададим. Посмотрим, получится ли 20 мм. Не получается. 10. 10 мм получается. Нажмем ОК. А вот у нас появился, получилось с вами вот такой вот декоративный элемент. Давайте выберем эту грань тоже. И зададим здесь, например, тоже 20 мм. Нажмем ОК. Хорошо. Давайте вот здесь снизу, например, Create Sketch, сделаем клавишу C. Ну, и пусть, например, с радиусом в 120 мм мы сделаем небольшой вырез. Так. Скажем, вверх. Ну, миллиметров. Давайте тоже минус 20 сделаем. Нажмем ОК. Также клавишу F. Выделим эти два ребра и сделаем так же здесь скругление по 20 мм. Нажмем ОК. А вот у нас получилось с вами такое тело интересное. Отключу видимость плоскостей. Что мы делаем дальше с этим телом? Мы теперь вызываем Make Слайсер for Fusion. Кликаем. Появляется вот это диалоговое окно, которое я говорил. Убираем наше тело. Ну, это детализация, будет быть медиум. Нажмем ОК. И запускается слайсер. Что позволяет делать слайсер? Мы можем настроить материал. То есть, вот так можно нажать карандашик. И вот он нам предлагает некоторые материалы. Я же для себя нажал за плюсик и создал материал фанера 3 мм. То есть, для того, чтобы это собиралось, я сделаю зазор 3.1. Соответственно, я указал здесь толщину не 3, а 3.1 мм. В принципе, вот эти параметры я убрал на ноль. Они для меня никакой роли не играют. Это размеры, получается, материала. Программа автоматически производит подстройку деталей на один лист материала, который у нас имеется. То есть, мы укажем, что, например, у нас материал 50 на 50 см, то он будет размещать максимально плотно детали, чтобы они уместились на одном листе. Здесь, кстати, скроллинг не работает, поэтому надо вот так двигать. Выберу свою фанеру. И далее мы выбираем с вами тип построения. Есть stacked slice. Такие. Да, вращайте. Здесь я поправлю клавиши мыши. Слои стопочкой сложенные. Потом есть пересекающиеся кусочки. Мы можем сделать вот такой горшочек. Либо, например, мы можем поменять еще радиальные кусочки. Это будет выглядеть вот так вот. По кругу. Они будут вставляться в центр. Вот так. Но мне здесь не нравится. Здесь подставочка, получается, будет висеть в воздухе. Поэтому, скорее всего, все-таки лучше сделать вот этот вариант. Уменьшим количество элементов. Тут будет 3. 4. Получается, что у нас будет 7 листов с указанным размером того материала, который здесь в настройках. И всего будет 11 частей. Но, в принципе, я думаю, меня это устраивает. Они не такие большие. И их можно будет разместить на одном листе. Также можно еще добавить здесь notch. Это насечки. То есть, некоторые вот такие вот здесь вот. Давайте продемонстрирую. Вот. Мы видим, что появляются вот такие вот насечки в местах, где в лист нужно вставлять другой лист. Соответственно, мы можем модифицировать некоторым образом нашу форму. Например, можем кликнуть на один лист и перемещать его некоторым образом. Соответственно, если вас все устраивает, а меня все устраивает, я просто кликаю. Так, а меня все устраивает? Да, меня, наверное, все устраивает. Чтобы сохранить проект, отправить его на печать, необходимо нажать сюда, Get Plans. Выбрать формат. Я выбираю DXF. Далее миллиметры. Export to my computer. И просто выбираю папку, куда сохранить. И он в zip-файле сохранит все эти шаблончики в DXF формате. Далее нарежу на лазерном станке все эти детальки. Соберу их. И в итоге продемонстрирую, что из этого у меня получилось. Далее нарежу на лазерном станке все эти детальки. 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 я вернулся в слайсер потому что после того как я все это собрал у меня появились такие вопросы я бы даже больше сказал некоторые моменты на которые я наступил ну там и грабли давайте обсудим модель и очень сильно раскачивается стороны в сторону и скорее всего это связано с тем что при вырезании этих профилей было выполнено два прохода на лазерном станке связано это было с тем что были неправильные настройки по фокусу и с первого раза все не прорезалось соответственно когда я проходил второй раз торцы вот здесь фанеры подозреваю буглили сильнее чем это было нужно и увеличили здесь зазор до планки ну я думаю пару капель клея это все исправит второй момент очень неприятное обнаружилось что эта поставка намного меньше чем должно было быть я вернулся слайсер собственно того чтобы уточнить почему так произошло оказался потому что я забыл здесь поставить галочку original size нужно было снять униформский универсально масштабированный постройки это сделал мы видим что все стало белым выкройки здесь исчезли и внизу написано что ошибка выбранный материал слишком маленький давайте все таки выберем наш материал фанера 3 миллиметра но видим что ошибка не уходит это вызвано с тем что в настройках материала здесь указаны миллиметры также я вот указал новые размеры 75 сантиметров на 50 сантиметров это тот лист фанеры цельной которые я помещаю непосредственно в лазерный резчик чтобы вот здесь исчезла ошибка необходимо вот здесь object size изменить размеры на миллиметры теперь мы видим что справа у нас есть выкройки это три листа с выбранным размером не подозревает конечно что эти две детали можно будет разместить здесь и здесь и ограничиться двумя листами фанеры на эту подставку далее необходимо также нажать на клавишу get plans и как я ранее объяснял получить чертежи если вы сталкивались с подобными проблемами можете написать об этом комментариях под видео либо дополнить как-то я думаю интересно я же желаю всем площадь успехов подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пока пока